Весна – лучшее время для покупки дачи, говорят риэлторы. В это время года на рынке много хороших предложений, а недостатки, понравившиеся дома и участка, именно сейчас вывести легче всего. Но не все предложения одинаково хороши, причем проблемы могут быть связаны вовсе не с протекающей крышей или болотом в огороде. У нас в студии Екатерина Кондратьева, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Хабаровскому краю. Екатерина Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Какие необходимы вообще документы для регистрации сделки купли-продажи земельного участка? На сегодняшний день действительно количество сделок с земельными участками с приходом весеннего сезона увеличилось. И для того, чтобы вам продать земельный участок, нужно определиться, какие же документы продавец имеет на руках. Если же право продавца зарегистрировано в Росреестре, то есть внесено в Единый государственный реестр недвижимости, то здесь необходим минимальный пакет, необходимо составить договор купли-продажи, оплатить государственную пошлину и в случае необходимости предоставить нотариально удостоверенное согласие второго супруга на отчуждение земельного участка. А договор купли-продажи где составляют? Договор купли-продажи, он составляется в простой письменной форме. Если же вы обладаете какими-то базовыми знаниями, вы можете составить его самостоятельно. Какую-то информацию взять на просторах интернета и составить его продавец и покупатель могут составить сами. Но здесь необходимо соблюсти определенные существенные условия, отсутствие которых может являться основанием для приостановления перехода права. Поэтому нужно быть очень внимательным, либо все-таки обратиться в юридическую консультацию, где специалисты грамотно составят вам договор, который 100% пройдет государственную регистрацию, переход права осуществлен будет. Что касается, пожалуй, самого главного документа, свидетельства о регистрации права собственности, мы привыкли, что если покупаешь квартиру, то вот эта вот бумага, где подтверждено, что ты являешься владельцем, что касается дачных участков, там такое же свидетельство или какой-то другой документ? Свидетельство. Если право зарегистрировано в едином реестре недвижимости, то свидетельство подтверждает всего лишь факт внесения этих сведений в единый реестр. То есть вы не должны предоставлять его на регистрацию перехода права, если же вы являетесь правообладателем по ЕГРН. Если же вы являетесь, у вас на руках есть старый документ, подтверждающий права на земельный участок, то есть до 1998 года, вам необходимо этот документ предоставить одновременно с регистрацией перехода права. То есть у вас будет произведено внесение в реестр вашего права как продавца по старому документу, и одновременно здесь же будет произведена регистрация перехода права к покупателю. А если продавец имеет старые документы? Вот там членская книжка, да? Старые документы, это и есть старые документы 1998 года. А, это и есть членская книжка, так называемая? Нет, это другое. Членская книжка — это иное. То есть членская книжка подтверждает факт того, что вы являетесь членом данного садоводческого некоммерческого товарищества. Но членская книжка, к сожалению, не подтверждает ваш прав на земельный участок. Если же вы обладаете только членской книжкой, то продать земельный участок вы не сможете. Это нужно либо вам обращаться в какие-то архивы и все-таки найти свои правоустанавливающие документы, либо признавать свои права в судебном порядке. То есть получается, что когда говорят, что все нормально, но только членская книжка, и вот продаем и передаем эту членскую книжку. Это все не работает? Это все не работает. Передача членских книжек не является основанием для возникновения права у продавца и, соответственно, возникновения перехода права у покупателя. А еще межевание — тоже такой вопрос интересный. Если участка не определена граница? Действительно, очень много поступает сейчас вопросов о том, что возможно ли произвести отчуждение земельного участка, если его границы не установлены. На сегодняшний день законодательство не содержит каких-то ограничений на распоряжение такими земельными участками, если его границы не установлены и межевание не проведено. То есть в данном случае можно произвести отчуждение земельного участка и без установления границ. Межевание пока что может производиться по желанию, в частном порядке, но все-таки хотелось бы сказать, что не стоит пренебрегать этой процедурой во избежание в дальнейшем каких-то проблем. А нужно ли заказывать кадастровый паспорт? Сейчас кадастровый паспорт заказывать тоже уже не нужно. Если он понадобится для произведения регистрационных действий, государственным регистратором он будет запрошен самостоятельно. А есть постройка, если не зарегистрирована на участке? Да, бывают случаи, когда земельный участок оформлен, все в порядке, но на нем есть сооружение, которое не зарегистрировано, не поставлено на кадастровый учет. Это тоже не является препятствием. Вы можете приобрести земельный участок при наличии на нем сооружения незарегистрированного. Вы можете в дальнейшем, как новый собственник, заняться вопросом по его оформлению, постановке на учет и регистрации права собственности. В случае чего, куда обращаться, если есть какие-то вопросы дополнительные относительно регистрации? Если есть вопросы относительно регистрации, вас могут проконсультировать в каком-то определенном уровне, в каком-то определенном перечне в многокациональных центрах. Также вы можете обратиться в Росреестр в часы приема начальников отделов по адресу Карла Марса, 74. Екатерина Ивановна, вам большое спасибо, мы говорим. Напомню, что у нас в студии была Екатерина Кондратьева, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Хабаровскому краю.